очень интересный случай я такие случаи никогда не упускаю читаем здравствуйте Олеги Константинович сегодня в лесу под Высоковольской случайно заметьте что я выделил случайно обнаружил вот такой экземпляр дикой яблони фото прилагаем у меня к вам вопрос может ли это быть колновидная форма яблони подобной той что в свое время обнаружили в Канаде и на основе которой появились современные сорта колновидных яблони стоит ли пробовать оккультурить этот вариант ли слова пока еще ничего например привить на культурные сорки и насылить его ментальскими штуковинами или чем-то подобным господи как в этом мои друзья и ученики растут на глазах может ли оказаться это ценной находкой или скорее всего кто-то просто кинул огрызок яблока которое было произнес с юга сорвано промышленном саде и склоненную форму спасибо за ответ знаете у нас так мало колоновидных яблок яблони что вероятность того что кто-то с юга привез по пути сгрыз кинул с вагона и она стала вот такой вероятностью 0.001 процента ладно давайте приглядимся это моя любимая тема сейчас поймете вот итак я даже не уверен доказать что это яблони назовем ее это растение очень похоже на яблони какая-то признаки колоновидности тоже в наличии междоузли очень близко другого тоже казалось бы но есть еще одна вещь да кстати это даже не дичок вы решили что-то дичок его можно благородить да вы можете этим заняться ну подумаешь пол жизни потратите на это вот а надо ли колоновид давно уже сколько можем уже счет пошел на сотни вариантов вот другое дело что есть одно но даже возможно она культурная значит видите она начнет свести собирается и вот это похоже цветок вот но и самое главное я так еще не сказал полюбовались смотрим теперь сюда а что я люблю такие вещи что такое высоковольт под высоковольткой дело в том что в данном случае мы видим не обычную яблоню например это семечко вон там лес вдали а это это высоковольтная полоса вот там в том лесу вряд ли она имела бы такую форму перед нами генетическое изменение под воздействием высокого напряжения поняли можете не сомневаться таких совпадений не бывает необычная причудливая форма все необычное и высоковольтка вот дело в том что один из проблем а проблемы эти если не мировые то все российские вот заключается в том что у нас миллионы людей живут или рядом с высоковольтными линиями или работают под высоковольтными линиями или у них прям дома я такие случаи знаю вплоть до уродства и я это знаю другое дело что на людей мягко говоря было начихать когда прокладывали вначале появился поселок обходить его себе дороже и прям через поселок гигантские опоры для высоковольтных линий под ними дома вот и это просто яркий пример что проблема существует она касается и людей и не дай вам бог жить и работать не только под высоковольтными линиями да даже и рядом с ними не дай вам бог в данном случае вы видите генетические изменения явные на лицо вероятность 95 процентов что именно это послужило причиной появления необычного пола этого дерева да с ним можно работать вот но как я всю жизнь был против уродов я железо я ворачиваю я добился определенного успеха себе я в этом деле первый вот а нет извиняюсь кузнецов есть второй молчу второй вот снимаю шляпу перед александр Иванович так вот значит тем не менее для меня это колонавида яблони я не отвлекаюсь я показал бы вах нулево железо какой там у них метр а у железо шесть-семь метров ой как уважаю ой телевидение ой вот это уроды поняли вот есть много причин чтобы этими уродами не заниматься вот а здесь я не знаю если она дойдет до плодоношения если вот эти яблочки что дальше можно их есть я не знаю а сильно ли это отличается от ГМО я считаю что не сильно более того если здесь прямое воздействие высоковольтного напряжения значит здесь мы имеем дело вот самое настоящее для меня уроды а для кого-то это ГМО генно-модифицированные деревья а потом и плоды напоминаю наука зайдя в тупик и не занимаясь вегативной гибридизации об этом будем сегодня говорить почему потому что я наконец-то обращусь уже к руководству темилетической академии вот потому что работать на уровне на моем уровне допустим обывательском там с выпускницами оказалось совершенно безнадежным делом а руководство есть руководство а вы знаете что можно ломать генную структуру ДНК можно работать по принципу пусть будут уроды 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 на какой то же это уроды вдруг будет слаще а это даже морозостойче не обязательно внедрять гены по принципу чистая ГМО а можно есть химический путь вы знаете есть радиоактивный путь а вот вам в высоковольтной арене это тот же самый радиация та же самая вот сколько я наговорил только почему потому что вы уважаемый друг спасибо за ответ я обещал провести как бы сказать разговор я обещал сделать вывод я вывод сделал можно с ней работать вот находка для науки потому что у нее тупик отказавшись от эффективной геморизации она оказалась таких узких этих самых что им только остается ломать геномы все ломать но я тоже считаю этого нельзя делать вот для них находка я бы себе работать не стал или бывают и чудеса подождите когда заплодоносят хорошо дружище а так я вас поздравляю вы наш человек потому что даже вот это вот написать письмо с такими хорошими мыслями и мы мне дали возможность лишний раз рассказать какие проблемы существует вообще в принципе еще раз колновидные яблони колновидные яблони колновидные яблони как просто вариант они все равно когда-то размоются и уже разбываются чистые колновидки это надо поддерживать постоянную чистоту сорта абсолютно ненужная вещь потому что запомните опережая события скажу сейчас один из моих постулатов масса масса общая масса плодов на любом дереве зависит прежде всего и не превышает а зависит от площади и от многих причин но от площади листьев и никогда не будет превалировать масса плодов на площади листьев один год будет потом два не будет извините я уже выложил вот таким вот термином у меня вот такой термин есть тестировать пальцы потому что до того загнали эту науку бедную уже не знаешь когда она выберется вот так вот вот мое отношение к колоннам а раз это невозможно вылезти за площадь листьев значит надо прекращать все эти формы так называемые придуманные выдуманные растить коллег в надежде что при смерти урожать даст а что будет дальше никого не волнует а 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